Смоковница Смоковница Прокляв ее, Ишуа продолжил путь в храм, где учинил небольшой погром, который в христианских комментариях обычно называется очищением храма, а затем сделал краткое, но очень резкое и сильное заявление. Марк описывает эту сцену так. И вот приходят они в Иерусалим. Войдя в храмовый двор, Иисус выгнал вон тех, кто продавал и покупал в храме, а прокинул стол и менял из камней торгующих голубями. И никому ничего не позволял проносить через храмовый двор. Он учил их и говорил, разве не сказано в Писании, дом мой будет назван домом молитвы для всех народов, а вы превратили его в разбойничий притон. Первосвященники сочли его действия, а возможно даже не столько действия, сколько слова, настолько опасными, что захотели устранить его, то есть убить. Однако сделать это немедленно было невозможно, поскольку народ был под очень большим впечатлением от его слов. Ну, тем не менее, всего несколько дней спустя им удалось арестовать его и учинить над ним суд. На этом судебном процессе, который на самом деле был фарсом, а не серьезным судебным разбирательством, Ишоу не обвиняли в нарушении общественного порядка на территории храма. Однако прозвучало ложное обвинение в том, что Ишо якобы заявлял, будто может разрушить храм Божий, а затем в три дня восстановить его. Марк приводит обвинение лжесвидетелей в несколько ином варианте. Мы слышали, как он говорил, я разрушу этот рукотворный храм и через дня построю новый нерукотворный. Таким образом, нам нужно попытаться выяснить, что же Ишо думал на самом деле о самом храме, обо всем, что там делалось, и чем именно был вызван его гнев, а также последующие действия, конечно, и слова. Отношение Ишо к храму было, вероятно, таким же неоднозначным, как и у многих его современников. Почему неоднозначным? Потому что, с одной стороны, конечно, храм для каждого еврея был совершенно особым местом. Ну, почему особым? Во-первых, потому что, конечно, это было жилище Бога. Разумеется, Бог наполняет небо и землю, и вся земля полна его славы. Но все-таки именно в храме Бог обитал совершенно особым образом. А храм Божий, в отличие от как языческих капищ, так и от еврейских синагог на земле, был всего один. В любой синагоге можно было молиться Богу, в ней можно было читать Танах, изучать его. Собственно, для этого синагоги и появились. Однако, обратите внимание, когда появились синагоги? В период Вавилонского плена, то есть после разрушения первого храма. И синагоги не были заменой храма, ведь только в храме можно было совершать жертвоприношение. Во-вторых, почему храм был исключительно особым местом? Потому что ведь Тора заповедует всем мужчинам приходить на поклонение в храм три раза в году. И храм был центром не только культа, но и местом, объединявшим весь народ Израиля. Это единение народа вокруг храма очень хорошо выражено словами 121-го псалма. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги во вратах твоих Иерусалим. Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне». То есть, если народ Израиля изобразить велосипедным колесом, то храм был той самой втулкой, в которой спицы этого колеса сходились. И встречались периодически, по крайней мере. Тем самым народ сохранял свое единство на каком-то уровне. Ну и в-третьих, храм стоял не где-нибудь, он стоял на том месте, которое избрал сам Господь Бог. Храм был символом избранности народа Израиля, его земли и особенно Иерусалима. Даже разрушение храма в 587-м году до нашей эры не отменили избранность Израиля. Пророк Захария сказал, что однажды в будущем Господь вернется в Иерусалим и снова изберет его. Так говорит Господь Саваоф, «Снова переполнятся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Ну и наконец, если говорить об отношении к храму не любого еврея, а конкретного, мессии Ишо, нужно вспомнить, что Ишо был не просто еврей, он был божественный еврей. То есть ко всему вышеперечисленному, к тому, что мог сказать о храме каждый еврей того времени, в случае с Ишо нужно добавить еще кое-что. К 12 годам, если даже не еще раньше, он уже считал Бога, обитавшего в этом храме, своим отцом, однако в гораздо более глубоком смысле этого слова, чем среднестатистический еврей его времени. Еврей Ишо не первый ввел молитвенный оборот «Отче наш» Авинуша Башамая. Вполне возможно, вполне вероятно, что молитвы, начинавшиеся такими словами, были в иудаизме уже в его время. Однако, когда он говорил о Боге как об отце, ясно, что он вкладывал в это несколько иной смысл. Он называл храм домом отца моего, а не отца нашего, а именно моего. В этом есть что-то гораздо более личное. В свете всего этого ясно, что Ишо, конечно же, любил храм. В таком случае, почему же его отношение я назвал отношение к храму неоднозначным? И отношение не только его, но и современников его. Утверждать об этом на самом деле сложно что-либо, но можно предполагать о неоднозначности отношения Ишо к храму на основании того, что известно о том, насколько неоднозначно относились к храму его современники-евреи. Корни этой неоднозначности в некоторых стихах Танаха. Прежде всего, это последние девять глав книги пророка Езекииля, главы с 40 по 48. В них описывается видение нового храма, нового Иерусалима и нового теократического государства. Езекииль видит храм на небе, который в конце времен спустится на землю, на Сион, и когда это произойдет, Бог снова там поселится, и на сей раз уже навсегда. И среди евреев были разные понимания того, как эти пророчества о новом храме исполнятся. Например, пророк Захария верил, что это обещание уже исполнилось в том самом храме, который был отстроен при его жизни, Зарававилем. Однако другие считали, что этот храм, то есть, по сути, тот второй храм, если первым читать храм, построенный Соломоном, другие считали, что храм Зарававиля не является исполнением пророчеств Езекииля. Почему же этим людям второй храм не нравился? Ну, во-первых, он в подметке не годился тому, что был до него. От таком взгляде на второй храм свидетельствуют следующие слова из книги пророка Агея. В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававилю, сыну Солофилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому Иерею и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Агея видел, что народ не в восторге от того сооружения, которое было значительно менее впечатляющим, чем храм Соломона, и поэтому смело пророчествовал о великой славе онова. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь. Слова Агея. А Господа через Агея, разумеется. Однако самый факт этих пророчеств говорит о наличии несогласных с такой точкой зрения. Во-вторых, некоторые евреи считали храмовое служение нечистым по разным причинам. Указания на это есть в апокалиптической литературе, написанной в так называемом промежутке между двумя заветами, то есть после книги пророка Малахии, последнего пророка Танаха, и до окончания первого века нашей эры. Например, в первой книге Еноха, датируемой 150-м годом до нашей эры, автор изображает храм Зарвавеля ритуально нечистым. Он пишет, что священники пытались положить хлеб на алтарь, но, цитата, «весь хлеб на нем, то есть на алтаре, был оскверненный и нечистый». Ученые ссылаются также на других авторов этого периода, которые тоже видят единственную надежду в замене нынешнего оскверненного храма новым, святым храмом последнего времени. А самый ранний пример неудовлетворенности храмовым служением мы видим еще в книге Исаии. Что пишет Исаия? «Заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то есть хлебное приношение, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиям, то же, что молящийся идолу. И как они избрали свои пути, собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Как же можно, хочется спросить, приравнивать приношение в жертву агнца или воскурение фимияма, предписанные Торой к идолопоклонству? Конечно, это гипербола, то есть преувеличение, которое автор использует намеренно, чтобы донести лучше свою мысль. Священники ходят собственными путями, а не божьими, и поэтому Бог не принимает их жертв. И их действия в храме, хотя и соответствуют букве Торы, по сути, не имеют с истинным богослужением ничего общего. Однако самая сильная причина отвержения второго храма заключалась в том, что он не построен в соответствии с небесным макетом. Это убеждение, вот такое ощущение, основывалось на Танахе. Дело вот в чем. Соломон построил храм по чертежам, которые оставил ему его отец, царь Давид. Откуда эти чертежи взял Давид? В книгах царств четкого ответа на этот вопрос нет, и многие евреи эпохи второго храма этим были озадачены. В книге Паралипоминон 1 говорится, что Давид получил эти планы через откровение от Бога. В главе 28 стихах с 10 по 18 говорится о чертежах разных помещений и о всяческих предметах культа, после чего автор пишет. «Все сие в письмени от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть Господь открыл, я записал. Однако книги Паралипоминон не случайно идут последними в еврейском каноне Библии. Многие евреи очень долго не считали их богодухновенными, поэтому не верили, что Давид получил свои чертежи через откровение от Бога, как он утверждает, согласно этих книг. Но как же в таком случае должен быть устроен храм Божий? У этих людей ответ был такой. Устройство храма должно было быть показано Моисею, потому что они считали немыслимым, чтобы Бог в своем общении с Моисеем обошел такой важный вопрос стороной. Тем более, что в книге Исход есть вот такой интересный стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Святилище на иврите Мигдаш, Скини Мишкан. Считавшему этот текст было очень легко соотнести Мигдаш не с древним Мишканом, то есть не с древней Скини, а с храмом. И сделать вывод, что вот этот храм должен был быть построен не так, как он реально построен, а по тому образцу, который видел Моисей. Они по чертежам Давида, неизвестно откуда взявшимся. Все это совсем не означало, конечно, что негативно настроенные по отношению к храму евреи вообще не ходили туда. Ну, в конце концов, в необходимости жертвоприношения и других ритуалов в заповедных Торой сомнений быть не могло. Но в том, насколько кошерно, так сказать, то место, в котором они совершаются, и совершающие их люди, сомнений было в народе предостаточно. И именно этим, скорее всего, и объясняется то крайне пристальное внимание, с которым люди слушали Ешуа, когда тот сравнил храм с притоном разбойников и возложил ответственность за эту метаморфозу из дома молитвы в дом в притон разбойников, превращением, возложил ответственность за это на старших священников. Итак, если отношение Ешуа к храму было неоднозначно положительным, то он был в этом совсем не одинок. Но что именно вызвало его негодование и какая связь между изгнанием торговцев и проклятием смоковницы? Об этом в следующей и последней программе на эту тему. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями